Семь новых колоколов украсили и дополнили с собой деревянную звонницу Свято-Владимирского собора в Херсонесе. Они были специально отлиты в Воронеже на средства, выделенные правительством Москвы по программе поддержки соотечественников и освящены в торжественной обстановке благочином Севастопольского округа Сергием Халютой. На колоколах изображены лики проповедников христианства Кирилла и Мефодия, равноапостольного великого князя Владимира, святого Иннокентия Борисова, архиепископа Крымского Луки, а также тексты православных молитв. Столь необходимый и щедрый подарок нашему городу был сделан на средства, выделенные правительством столицы России. И вы вместе с правительством Москвы вернули голос Владимирскому собору. Вернули голос, который был отобран в начале 20 века, во время революции, когда все колокола Владимирского собора были конфискованы и переплавлены, из них был сооружен памятник Ленину, который находится сейчас на центральной горке города Севастополя. Большую организационную роль в процессе сыграл и Дом Москвы в Севастополе. Эти колокола были приобретены в городе Воронеже, наконец-то они прибыли в Севастополь, и появилась такая возможность, чтобы их сегодня уже и повесили, осветили, они дали свой голос. Для нас это большая честь, для нас большая радость, что мы можем быть проводниками вот этого процесса заботы города Москвы, правительства города Москвы, мэра Москвы о севастопольцах, о Севастополе. Звонарь кафедрального свято-владимирского собора Игоря Охрименко первым пробудил голоса прибывших колоколов. Звучанием ансамбля церковнослужитель остался доволен. Совокупность этих частот разных, она уходит резонанс наших клеток в организме и приносит только пользу. И верующим, и неверующим, и флор, и фауне, это только на пользу идет. Ну а когда, скажем, бракованы колокола, когда там всякие заусенницы появляются, там при звуке эти включения других металлов, то на бред идет. Помимо новых колоколов, столица России подарила нашему городу еще и две книги. История Свято-Владимирского собора в Херсонесе, а также история храма семи священномучеников херсонесских, издательство которых и профинансировало правительство Москвы. Благочины Севастопольского округа надеются, что сотрудничество будет продолжено, так как невозможно разорвать связь между нашими городами-героями. Святослав Данилов, Денис Корвель, программа «Наше время».